Я молодежь, я не могу сказать, что мы в семье приступили. У нас в 70 рублей помогаем детям о тяжелом заболевании. На данный момент мы помогаем Павликову Матвееву. Могу детскому среграду и пролить. Мы собираем средства на хруст реабилитации для мальчика. И сумма 199 500 рублей не в силу. Сумма в 199 500 рублей, неприподъемная для семьи Матвея. Так, хочет продолжить юный волонтер, но договаривать не обязательно. Люди, когда видят фотографию больного ребенка, машинально протягивают деньги. Люди же верят, у нас люди добросердечные, что нет-нет, кинуть что. Все пассивно кладут, я заметила, что активно кладут. Но они благоприятное впечатление производят на первый случай. Молодые, знают предмет свой, о чем они говорят, уверенные такие. Внушают доверие. Я сама несколько раз уже опускала туда деньги. Ну, иногда как сердобольный человечек, там гривенечки, там два гривенечка, я даю, конечно, им. А документы проверяли? Вы знаете, нет. Не проверяю. Хотя на меня некоторые впечатлили, производят вот те купюры бумажные. Может быть, это, кстати, они положены туда для затравки? Положила. А почему вы положили? Потому что я жалею детей. А вы уверены, что это сделано? Ну, это грех на ней будет. Вот только жаль, что волонтеры благодворительного фонда «Семь жизней» не настолько открыты, когда начинаешь задавать им вопросы. А какая сумма нужна? 199 тысяч 500 рублей. Сколько сейчас собраны? Нас не посвящают, но мы где-то собираем уже около недели. Ну, я не знаю сейчас. Нас не посвящают, просто мы сами цифры не знаем, мы как бы не открываем, это не считаем сами. Волонтеры уже региональные представители все считают. Ну, а куда вы относитесь здесь? Это же сейчас, ну, где открываются? В офис наш. Ну, а где офис наш? Вы же туда идете, вы приходите, где он находит, адрес? Понимаете, наш офис, у нас там нет нормальной двери, нас несколько раз выносили, и из-за этого нужно позвонить на горячую линию, чтобы все сказали. Там никто не отвечает на горячую линию. Ну, я не знаю. Ну, скажите, вы куда приходите, деньги собираете? Ну, как бы, я не могу этого сказать. Это не мой приказ, как бы, это приказ сверху. Переговоры с волонтером не приводят ни к чему. По словам девушки, общаться с прессой представители фонда не желают. Я у руководства узнала. Руководство мне говорит, что мы не обязаны разглашать эту информацию. Главное, что у нас находится в Москве на улице Лесной. Дом 63, дробь 43. А с кем вы общаетесь? Можно узнать? Как зовут руководство? Региональный представитель. Дмитрий Мусар. Руководство зовут президент Антон Лыщко. Это вот ваш президент. А ваш региональный представитель? Дмитрий Мусар. А скажите, вы где вот собираетесь вечером, скрываете ящики, куда отправляете деньги? Где-то вы же собираетесь? Я вам объясняю. У нас есть офис, но я не буду вам разглашать эту информацию. Я вам вчера уже все сказала. Поэтому все вопросы на горячей линии. Я звонила туда, там берут руку. Там не отвечает никто. Абонент не отвечает или временно недоступен? Вот что говорят на вашей горячей линии. Ну, странно. Вызываемый номер временно заблокирован. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позже. Ни горячая линия, ни даже сайт фонда «Семь жизни» ничего конкретного рассказать не могут. Информация на официальной странице организации довольно скудная. Отсутствуют отчеты о поступлениях и тратах. Нет фотографий детей, их диагнозов, а также целей сбора денег. Страница в социальных сетях заблокирована. Зато ответил телефон президента. Алло, здравствуйте. Антон Владимирович? Да. Меня зовут Оксана, я журналист из города Саратова. Скажите, пожалуйста, вот... А я сейчас ничего не буду комментировать. Единственное, что могу сказать, что горячая линия, которая указана на сайте, к сожалению, в данный момент не актуальна, так как не было денег оплатить. Так сказать, услуги. Может быть, я перест... Информация в фонде присутствует на сайте. Все остальное чрезвычайные журналисты запросов. Да. По словам волонтеров, собираемые в Саратове средства для Матвея Павликова идут не родителям, а направляются сразу в некий центр реабилитации. А как уже идет спорта? Потом отчетность такая... Мы перечисляем все в реабилитационный центр Сакуры. Вот. То есть мы не перечисляем матери Матвея, а сразу все в реабилитационный центр. Ну, напрямую договорных отношений у нас нет с данным фондом. И в списке контрагентов он пока не числится, поскольку ни разу не перечисляли они. Может быть, такой ребенок к ним на самом деле обращался. Вполне возможно, что данные средства могут быть собраны для лечения ребенка в нашем центре. Но пока от такого фонда к нам никаких подтверждений не поступало. И напрямую у нас нет с ними договора, чтобы я вам сказала, что мы с ними работаем. Жми. Вот молодец. Умничка. Матвей, для которого идут сборы в нашем городе, живет в Смоленске. В реабилитационном центре Сакура он вместе с мамой Натальей уже проходил курс реабилитации. Но ему необходимо продолжить лечение, на которое у семьи нет средств. Потому Наталья и обратилась за помощью в фонд «Семь жизней», который обещал собрать необходимую сумму. Но на днях Наталье позвонила Светлана из Саранска, мама девочки, для которой волонтеры фонда когда-то тоже собирали деньги. И рассказала, что в их городе идет сбор средств для Матвея. Но на коробке с фотографией мальчика указаны не те реквизиты. Просто я в таком шоке, она мне вчера это все вот скинула. Я связалась с ним, как вот он мне пишет, то есть человек один и тот же, Антон, который ведет беседы, собственно говоря, со всеми. Что он вам написал? Его номер недоступен. Я и в WhatsApp, я и вайбере. Он мне вообще не отвечает. Потом, значит, он через пару дней написал, что типа там был где-то там за городом. Я с ней какая, пишите. Здравствуйте, хотела бы уточнить, в каких городах ведутся сборы. И по поводу сборов, какая собрана на данный момент сумма. Что он мне отвечает через некоторое время, что ведутся сборы в Саратове, Саранске, Сыктывкар еще вот. И да, по результатам, значит, сейчас он сказал, я типа перезвоню в офис. И тишина, тишина уже второй день. Просто надо истреблять вообще вот эти вот сборы, которые ведутся с ящиками на самом деле. И люди, которые занимаются вот этим, ну, грубо говоря, попрошайничеством. На сайте благотворительного фонда «Семь жизней» размещены свидетельства о регистрации некоммерческой организации, Московским управлением Министерства юстиции и постановке на учет в налоговой. Благотворительная организация, являясь некоммерческой организацией, проходит специальный порядок государственной регистрации. Он заключается в том, что решение о государственной регистрации принимается полномоченным органом. Таким органом являются Минюст России и его территориальные органы в зависимости от территориальной сферы деятельности организации и места ее нахождения. Территория деятельности некоммерческих организаций, она зависит от того, в какой форме они созданы. Если организация создана в форме общественного объединения, то территория ее деятельности закрепляется в названии и в уставе. И выходить за пределы этой территории такая организация не может. А если говорить о некоммерческих организациях, то для них законодательная территория деятельности не установлена. То есть они вправе осуществлять деятельность на всей территории Российской Федерации, но при этом соблюдая, конечно, нормы законодательства. Мы уже знаем благотворительную помощь по договору. Мы заключили с ним договор, что я имею возможность с вами жить на 2000 перечислять. Елена Бачкова порядка 30 лет руководит региональным отделением Российского детского фонда. По ее словам, сайт «Семи жизни» и информация на нем вызывает ряд вопросов. С такими случаями она сталкивалась не раз. Сейчас очень просто. Три человека открывают фонд. И собирают деньги куда хочешь, от кого хочешь. Звонит к нам в фонд женщина и говорит, детский фонд, я вот мама называет фамилию ребенка, моя дочка учится в 9 классе. И зачем вы ее заставляете, значит, она ходит по проспекту с коробочкой, собирает деньги на лечение ребенка. Я говорю, позвольте, мы этого никогда не делаем. Ну как же, вот ваша, так сказать, эмблема детского фонда, вот ваши координаты. И вот я говорю, нет, мы этого не делаем. То есть я начала с этим разбираться. И я столкнулась с таким фактом, что здесь, на территории Саратовской области, набирают группу молодых школьниц, десятые классы, студентов первых, вторых курсов. И вот они ходят с этими коробочками, собирают эти деньги. И с того, что они соберут, какой-то процент выплачивается им. Это вот быстро, так сказать, заработок. Волонтеры утверждают, что не получают проценты от собранных средств, подтвердители. А провернуть это мы не можем. Люди на контакт не идут. Руководство организации всячески избегает прессы. Такая закрытость, очевидно, зарождает сомнения. А все ли средства идут на помощь детям? Конечно, порочит благотворительность. И, конечно, многие люди переживают и перестают давать деньги. И это отражается. Я прошу, чтобы обратились ко мне, особенно если это саратовский ребенок. И, например, совершенно несложно для меня, чтобы мы квоту попросили, и каким образом их оформить в медздраве квоту на лечение. Сбор наличных денег на улицах назвало опасным благотворительное собрание «Все вместе», в состав которого входит 54 фонда и НКО. В том числе фонд Хабенского «Подари жизнь» во имя жизни, прав мир и другие. Да, я знаю, что фонд зарегистрирован в Москве, собирает средства на лечение детей в разных регионах. Это один из признаков того, что стоит задуматься, жертвовать ли этому фонду. Потому что, как правило, фонды не занимаются сбором на улицах в других регионах. А вот те фонды, которые гастролируют по регионам с ящиками для сборов пожертвований, они вызывают наше наибольшее внимание и наибольшее сомнение в прозрачности их деятельности. Чтобы знать, куда ушли ваши деньги, ушли ли они по назначению, выбирайте проверенные фонды, которые отчитываются за каждую копейку. Ведь столько реальных детей могут получить помощь в то время, когда вы бросаете деньги, пусть и в прозрачную коробочку, но, возможно, с двойным дном. Продолжение следует...